всем привет у меня недавно была статья про скидки но не все ее читали и я упомянула про скидки в каких-то видео где про закон бумеранга и десятины благодарности и все равно получаем вопросы да все таки как с этой скидкой быть вот иногда ее можно просить иногда ее можно давать вот но в некоторых случаях не давать не просить вот давайте с этим разберемся я сейчас записала как раз аудио про скидки в аудио статьи поэтому не надо еще и на видео потому что вот давайте разберемся с вами если вы смотрели сначала вернее посмотрите видео если вот вы сейчас попали на это про закон десятины бумеранга у меня есть видео вот а потом уже вернитесь к этому чтобы было понятнее уже не буду повторяться если вы у человека просите скидку какую-то за услугу либо за покупку товара и этот человек в силу того что он не умеет отказывать ему неловко ему неудобно он скрипя сердцем вам делает эту скидку то есть он хочет получить за товар или услуг объем энергии он надеется на определенную сумму нужно ему произвести здоровый энергообмен вот а тут ему приходят и говорят а мы вам не доплатим а дайте вот так если вы чувствуете давайте вот тот человек начнем с того кто просит скидку если он просит скидку и чувствует что ему дают не хотя ее это чувствуется если человек чувствует что скрипя сердце ему скидывают неловкость обязательно понаблюдайте за этим то вот это вот скидка на которую вам скинули товар да или услугу эту скидку скинули товар или услугу боже мой что я говорю на эту сумму скидки от вас у будет 10 раз больше то есть вам нужно заплатить тысячу вы говорите давайте вам 900 заплачу скиньте 100 рублей и человек сопротивляется но дает вам эту скидку в итоге вы недоплатив 100 рублей потеряете тысячу в десять раз больше по закону десятиной по закону благодарности которая работает вне зависимости верите в это или не верите вы просто можете понаблюдать и вы поймете как это работает так вот не обязательно что это из кошелька прямо у вас пропадет это 1000 хотя может быть и так может быть какой-то в этот день налог прилетит неожиданный что-то у вас ломается например пылесосы нужно будет чинить ирина даже чихнула такая правда что-то сломается на эту сумму то есть вам придется чинить пылесосы на эти же тысячи рублей либо это может утечка быть в любой сфере жизни не обязательно товаром то есть вот этот объем энергии который вы себе не додали он в 10 раз у вас уйдет это может быть и со здоровьем проблема и вам придется закупать лекарства опять же найти тысячу рублей то есть убыть может по-разному вы может даже не заметите это поломка какая-то нехватка резко что-то понадобится там зарядку надо поменять до что угодно но если вам человек с радостью дает эту скидку и такой говори да блин забирайте хоть больше давайте хоть на половину только заплатить да вообще даром если он это от души делает вы это чувствуете то конечно от вас не убудет вы попросили скидку и посмотрели на его чувства если они такие сопротивляемые такие не хочу давать то вы поплатитесь как раз таки десятиной вот но если он от души вам дает такой да конечно на тебе еще сверху подарок от вас не убудет то есть вы можете сверху какой-то подарок еще получить и это просто вам в плюс теперь посмотрим со стороны человека который дает скидку у него просит скидку он не хочу дает он наступает себе на горло он понимает что ему эти 100 рублей очень архи важны он продает вещи может тут нужно купить у него там не хватает денег и он отдает это вот скрипя сердце он потеряет тоже в 10 раз больше если он зажопится вот с этими чувствами но если он понимает закон бумеранга и если человек нуждается в этих 100 рублях 100 рублей отдайте ему эту скидку вам вернется в десять раз больше если вы от чистого сердца даете скидку что она держи конечно тебе нужней вот то вы на эти 100 рублей тысячу получите вы получите 900 и плюс еще 1000 прилетит то есть обратите на это внимание то есть те кто просит скидку те кто дает что если вы с чувством благодарности и радости это все делаете то вам всем умножается вот тот кто зажопил скидку он отнимает энергию не только у себя да ну и у другого человека тот кто с радостью делится подарками дополнительными скидками то ему умножится и этому человеку вы тоже счастье принесете умножите ему поэтому ребят ну чё как мы будем действовать от недостатка и множить недостаток или от изобилия и умножить изобилия мне мне кажется второй вариант самый крутой вот и сейчас я продаю квартиру свою вещи всей квартиры продаю переезжаю и каждый день у меня что-то забирает поначалу меня пробеживала что просят скидку например я очень много всего нового купила и продаю в два в три раза дешевле я пишу новая цена старая цена новая цена и она вообще копеечная не все равно все пишут ваша последняя цена сколько вы мне сделаете скидку то есть если они сделают скидку они сразу отказываются все ну турки такие вот и надо обязательно поторговаться я скрипо сердце блин думать даю мою опять это скидка господи я уже вообще все задаром отдаю но это было вот месяц назад последнее время конечно я наоборот да конечно давайте еще скидку давайте я же знаю что мне прилетит и не прилетает и настолько все быстро распродается только выставляешь там мебель кровати диваны шкафы что угодно мелочи там скотч ножницы забирают в лед мало того что забирают вот я даю скидки все счастливы я ничего не зажимая наоборот блин то хоть даром заберите но даром тоже не очень классно отдавать потому что чтобы вещь прижилась и какой-то энергообмен произвелся чтобы десятину тот не оплачивал надо все равно чтобы хоть какая-то копеечка была оплачена за товар поэтому ну какую-то минимальную сумму я ставлю ну все расходится и не быстро же возвращается я не знаю мне этот месяц деньги множится просто с такой невероятной скоростью я вот чем больше отдаю тем больше прям получаю и настолько прям такой поток денежные деньги работают вот бесконечно мне каждый день какие-то траты подарки десятины кому-то что-то дарю отдаю это простой а сколько мне вернулось шок ладно все ребят спасибо большое пока пока